Очень беспроблемные двигатели. На валу появляются задиры, и ТНВД начинает тупо гнать стружку. Там сам клиент его просто износил. Кто любит скорость, можно взять, вам понравится. Их спиливают вместе с болтами. Не пугайтесь, машинка нормальная. Доброе утро, компания ЗапКиа. Перед нами автомобиль Киа СпортЭйдж. Модельный ряд с 2010 года по 2014. В 2014 году он претерпел изменения. Потом до 2016 выпускался. В 2016 году вышел уже Киа СпортЭйдж 4. И сейчас в 2018 году вышел рестайлинг даже 4. Мы расскажем о первом Спортаже. Именно имеется ввиду о годах выпуска с 2010 по 2014 год. Ценовая политика покупки данного автомобиля примерно 800 тысяч. Для тех, кому интересно, расскажем, чего ждать. Ну и на что обратить внимание при покупке данного авто со стороны ремонтной пригодности. Так как опыт у нас есть, делаем их каждый день. Поэтому давайте посмотрим на него ближе. Так, вы собрались купить автомобиль Киа СпортЭйдж с 2010 по 2014 год. Что вам необходимо знать? В первую очередь нужно определиться, какой двигатель вы хотите выбрать. На эту модель в Европе у нас распространено 3-двигатель. Именно повторяю, что до 2014 года. Это ставился 2-литровый дизель, как на этом автомобиле перед вами. Ставился 2-литровый дизельный двигатель. И есть 2-литровый турбированный двигатель. Но это сложно его, конечно, будет найти. Но они к нам приезжают, мы их тоже чиним. Рассказывать про внешний вид автомобиля не будем. Потому что на вкус и цвет товарищей нет. Про устройство салона аналогично. Потому что у каждого свои предпочтения. Ну и нужно понимать, что вы купите автомобиль для 800 тысяч рублей. Там ждать суперкомфорта, конечно, не стоит. Но, в принципе, очень даже удобная машина. Начнем наш рассказ с того, что на этом автомобиле наиболее распространенный. Это 2-литровый дизельный двигатель. Он же G4KB. Сам двигатель, ну, машинка едет неплохо. Но есть проблемы с двигателем, который начинается примерно после 100 тысяч пробега. Если порыться в интернете, посмотреть на форумах, то вы найдете, что люди жалуются на скуп. Поэтому, когда вы покупаете эту машину, проследите за тем, чтобы машина не была сильно прогрета. Нужно ее проверять на холодную. Объясняю почему. Первый признак задиров цилиндров у вас появляется именно на холодную. Вы заводите, идет легкий стук такой. И люди иногда путают его с стуком в головке или цепями. Но он отличный. Поэтому люди, кто занимается конкретно этими машинами, вам смогут определить со стопроцентной вероятностью, что это стучит поршневая. Здесь в головке стоят стаканчики. Стаканы стучат. Я не знаю. Ни одна машина к нам еще не приехала со стучащим стаканом. В 90% случаев это сами поршня. И 10% вставляем на цепи. Поэтому, покупая бензиновый двигатель, вы должны быть готовы к тому, что ремонт задиров может стать от 100 до 200 тысяч, в зависимости от тяжести и вообще степени этих задиров. Поэтому планируйте свой бюджет и готовьтесь к этому. Основная неисправность бензиновых двигателей G4KD, я уже говорил, что это задиры, связанные с этим дилеры считают. Ну и мы, в принципе, если вы смотрите наш форум, то тоже видели, на примере условной элантры у нас есть, что причиной всему это топливо и, как следствие, сгоревший катализатор, эти песчинки попадают в пуск, и начинается то, что начинается. Машина начинает стучать, вы чувствуете дискомфорт. Поэтому, взяв эту машину, постарайтесь вырезать катализатор, выговорить полнегаситель, чтобы хотя бы с одной стороны эту проблемку решить, ну, предотвратить, возможно, или отложить на неопределенный срок этот ремонт. Бензиновому двигателю G4KD, в принципе, это основная неисправность, это именно вот эти стуки. Так-то он беспроблемный, ездит, ест в любое масло, в принципе, и неплохо. Второй по распространенности двигатель на этом автомобиле, это вот здесь двухлитровый дизельный двигатель G4H. Очень неплохой двигатель, как по мне, так, наверное, из корейской линейки. Вот они из 2 литра H, а есть 2,2 HB двигатель, но он туда не ставится. Очень хорошие двигатели на Спортейдже. Он даже, ну, прям едет хорошо. Внизу все берет. Очень беспроблемный двигатель. Единственное, что, когда вы берете дизельную машину, потому что он готов, что рано или поздно у вас настанет момент, когда нужно будет чинить топливную систему. Именно здесь она проблематична. Связано это, скорее всего, с топливом в нашей стране. В общем, топливная система на дизелях делает мозги. Связано это все с топливом. Здесь устроены 4 форсунки, они пьеза, фирмы Бош. Стоит ДНВД без подкачного насоса. Подкачной насос электрический стоит в баке. Очень часто на этой системе из-за низкого качества топлива или воды, или фильтрующих элементов на валу появляются задиры, и ДНВД начинает тупо гнать стружку, забивая форсунки, машина начинает терять скорость и начинает тупить, либо долго заводиться. Поэтому, как можно проверить, либо снять топливный фильтр, посмотреть, слить в прозрачную банку и магнитом поводить, посмотреть на наличие стружки. Еще одной из таких неисправностей двигателей от турбины частенько течет маслоподающая трубка. Так, маслоподающая трубочка меняется, в некоторых сервисах напаривают, что надо снимать там турбину, или это нет, она достается так, просто требует некой ловкости. Еще одна из таких проблем, это шкив коленвала на моторах. Вот вам повезло, он еще вычинился, здесь видно, отрывает генфер, и идет такой специфический стук, она стоит и долбит. В общем, вот тут заменили. Из такого, что основного, больше, конечно, проблем не представляет. Сам он отлично ходит, и механика очень-очень редко страдает. И еще один двигатель, это G4KH, это турбированный двигатель. Честно сказать, опыта его ремонта, и как он ходит, особо нет, но они приезжают, приезжают к нам на ТО, один двигатель приехал, он полностью развалился, но там сам клиент его просто износил и довел до такого состояния. Вот пара машин ездит на постоянное техническое обслуживание, особых проблем он тоже не доставляет, ну и, соответственно, турбо едет очень даже бодро. хотя на наши вот приходят корейцы и у него в лошадиных сил указано 150, хотя там гораздо больше. Честно, не помню, но там в пределах 200, даже 240. Едет очень бодро, поэтому кто любит скорость, можно взять, вам понравится. По двигателям это, в принципе, основные, вы поняли, бензиновые, двухлитровые, обычно это задиры, дизельные, это топливная система, подача масла в турбине и, ну, шкив коленвал это наиболее частая проблема, с чем ездит. Бензиновые, турбированные, 50 на 50 по основным неисправностям, какие еще можно встретить на них. Это реализация полного привода, тоже много очень роликов и это действенное, и эта машинка не исключение. Здесь у нас тоже наживом, вот менялись из корпуса дифференциала, стачиваются шлицы на сочленение с раздаткой, поэтому тоже ремонт относительно недешевый, в среднем где-то от 30 до 45 тысяч он вам обойдется. Как проверить? Нужно вывесить машину, завести и кардан должен крутиться. Если кардан стоит на месте, то будьте готовы, что у вас срезало шлицы. Очень редко что-то бывает с раздаточной коробкой, либо это угловой редуктор, его еще называют. Там часто дилеры напаривают, что его надо менять, в принципе нет, шлицы чистятся, их можно даже вардать под восстановление, ставится на место. Еще один пич этой ходовки это муфты заднего привода, здесь они тоже выходят из строя, их срубают, там есть тоже куча-куча прям роликов, вы можете посмотреть, этот ремонт менее дорогой, где-то стоит в тысяч в пятнадцать, ну в среднем, готовность восстанавливать свою и где-то готовить тысяч тридцать пять и составить новую. Вот. Поэтому покупая машину вы проверяете двигатели, проверяете топливную систему, не поленитесь, заплатите эти деньги, пусть ее проверят, желательно поехать к людям, которые все-таки занимаются именно марками Hyundai Kia. вам нужно будет проверить полный привод обязательно, потому что заморочка с ним вас заставит немножко поволноваться. Из ходовой части такой есть здесь еще промвал, очень часто разваливается подвесной подшипник и на стыке промвала внутренний шрус это тоже бич и тоже в среднем где-то выходит с тысяч в пятнадцать по ходовке она много рычажная, поэтому на вход-развал очень часто уже после сотни сзади закисает сайлентблоки закисает тягисхождение и вам придется их поменять. Итак, вот она наша мофта полного привода очень редко бывает, что этот насос еще тоже выходит из строя по многорычажности спереди все понятно вот эти сайлентблоки закисают и вот они здесь есть тягисхождение вот они тоже делают мозги и вам надо будет когда будете менять всегда они почти не достают их спиливают вместе с болтами и меняют на новую так что в принципе не пугайтесь машинка нормальная везде есть свои проблемы просто знайте когда вы будете забирать надо рассчитывать свои силы а то говорят что добыть мак и карен это говно да ничего такого машина хорошая в нашей стране просто миллион поэтому покупайте не стесняйтесь просто при покупке грамотно осмотрите ее и сделайте выводы нужна ли она вам в общем вот такой у нас получился маленький краткий обзор в основном вам рассказали обо всех неисправностях поэтому если вы нам что-то посоветуете в комментариях будем рады послушать что-то добавить и наверное добавим поэтому когда вы покупаете автомобиль еще раз повторюсь рассчитывайте свои силы поэтому всем до свидания приезжайте не ломайте